Сразу же я запиливаю и другой видосик Все таки надо подальше Будете опять мне говорить на живот Смотрите Запиливаю второй видосик Связанный с лунным циклом Вот Евгений Шталь На видео он пишет Просто пишет комментарии в поддержку Не ленитесь, оставляйте комментарии Вот все там знаете блогеры Они просят, чтобы вы оставляли какие-то комментарии Чтобы вы оставляли там какие-то лайки Еще что-то делали, еще что-то делали То есть чем больше движника на канале Ну короче, Ютуб по движнику на канале Видит, что этот канал работает Что идет какая-то поддержка Что-то такое Он начинает его продвигать все более и более выше А так он видит, знаете как Задвигает его самый последний И не упоминает И опять-таки, если вы хотите, чтобы что-то было такое, знаете, вот полезное для вас А не просто какая-то там лапша лилась Вот что-то там такое Вот знаете, кит 30 метров А там обнаружили там акулу на 100 метров А там еще динозавра или какую-то змею на километр И так далее, все смотрят И о-о-о, пожалуйста, значит, занимайтесь ерундой А так, не хочу сказать, что вы меня поддерживаете Вы себя поддерживаете Получить какую-то достоверную информацию И вот, молодец, штиль Комментарии в поддержку, в поддержку канала благосостояния Второй раз, третий раз он поддерживает Четвертый раз поддерживает, пятый раз поддерживает То есть человек не ленится, просматривая различные видосики Он на них вот так вот отвечает Просто вот так вот отвечает Заметил, что этот видос ему понравился, он полезный И он в поддержку пишет Я бы еще, знаете, что хотел С началом вот этого лунного цикла Я очень много видео сделал Где просто-напросто не выставил ни название Ни это, а там содержится ценнейшая информация Просто, допустим, какая-то прогулка На которой я что-то там разбираю и все Прогулка, грубо говоря, такая, прогулка такая Если вы посмотрели видосы И вам понравилось вот что-то Напишите, что вам понравилось И я тогда это видео переделаю Название и вставлю вот эти различные теги-мэги Для того, чтобы уже более ясно было Для чего все это делается Что можно из этого видео вынести для себя полезное Итак, АК-147 на чистом почке арбузный сезон Написал Неделя много для меня на одних арбузах Дыню можно? Вот здесь вообще-то хороший вопрос По поводу того Дыню можно? Дыню можно Но важно понимать Дыня, насколько она обладает Мочегонными свойствами Насколько она много дает воды в организм Для того, чтобы вот пошли там Какие-то такие процессы По растворению камушков По превращению в песок и так далее То есть дыня такими особенностями не обладает Но зато она обладает другими особенностями Другими особенностями Мы пока о них не говорим Мы поговорим на эту тему Поэтому Можно Но результат, который вы ожидаете От арбуза И думаете, что то же самое сделает дыня Я думаю, бесполезно Кстати, там очень много интересных Вы написали отзывов, комментариев Это дополнительно использование с арбузом Там, по-моему, петрушки Корни петрушки Семени петрушки То есть это еще усиливает камнедробящий Мочевыводящий эффект То есть многие люди уже соображают это хорошо Они уже могут сами составлять рецепты То есть на базе рецепта с арбузом Дополните его такими веществами Которые еще усиливают его действие Допустим, там как петрушка Великолепно действует Поэтому Читайте вот эти вот отзывы И на эти отзывы тоже ставьте свои какие-то замечания Что вам вот этот рецепт, допустим, понравился Вот, например, АК-147 Видите, он сказал, а дыню можно А я теперь разъяснил, можно или нельзя Всегда хотел попробовать арбузную диету Никак не мог начать А тут пот появился Великолепно То есть важно с помощью информации создать мотивацию И не важно, что много там надо, грубо говоря, неделю выдержать Или еще там День-два, как я вам вот рассказал Про очищение всего желудочного тракта С помощью арбуза Так, Евгений Гитарный, что он тут пишет? Пропустил эфир Вопрос хочу задать На мой взгляд, очень важный Чем можно пропитать позвоночник? Ну, сразу я скажу Чем можно пропитать позвоночник? Если вы хотите пропитать позвоночник Именно до костного мозга чем-то пропитать То вообще влияют душистые вещества Если просто сказать Вот какие-то душистые вещества Типа растирок и так далее Грубо говоря, тот же керосин вы смажете И он своим духом туда влезет Тем более какие-то душистые растирки Типа бобровые струи и так далее Чем больше духа в каком-то веществе и в растирке Тем он, естественно, пропитается А вот что касается Я даже, видите, не читаю Полезных вещей То это лучше всего Важно не просто пропитать А для того, чтобы позвоночник наш что-то брал для себя Надо задать ему работу Это как мышцы Вот они, знаете, у нас Вот-вот-вот-вот Они не работают А мы тут что-то там едим И думаем, что сейчас они начнут увеличиваться И для того, чтобы они увеличивались Надо немножечко поработать И тогда уже мышцы поймут, что Им надо укрепляться Организм начнет туда И сигналы посылать на то, чтобы мышцы увеличиваться Улучшается питание и так далее То есть позвоночнику надо дать нагрузочку И знаете, какая самая проста нагрузочка И которую я вот-вот-вот Смертный перед вами сижу И использую Это ходьба Ничего нет лучше ходьбы Позвонки, вот смотрите, во время ходьбы Они вот так вот Рисорят Рисорят Напитывают Этот самый Межпозвоночные диски Потому что межпозвоночные диски Вот мы сели Даже легли И делаются массаж Они не работают Межпозвоночные диски Они как были вот такие И все Они получают питание Тогда, когда они начинают Рисорить Межпозвоночные диски И за счет этого сжались Растянули И как губка Начинает выбрасывать С ее шлаки Напитывает себя Полезными веществами И тем самым Возрождается позвоночник Именно ходьбой Не массажами Не еще там Кручением Верчением И так далее Это все ты там Опробовал И так далее А именно Именно Ходьбой Именно позвоночник И в особенности Межпозвоночные диски Которые вот И норовят выскочить Может настоя Наподобие сабельника Или мумио Или хлорофилипта Я это спросил С или высвет У меня Грыжи шмоля А грыжи шмоля Означает Что там В позвоночнике Живет куча паразитов Стрепококов Пневококов И так далее Я бы не сказал Что там Живет Вот эти все Что я перечислил Не обязательно Просто-напросто Идет Дистрофический процесс Из-за того Что Нету Должной нагрузки Нету Должной нагрузки Вы посмотрите Мою Гравитационную гимнастику Где-то там Я выложил Целый год с лишним И последний Видос Видите какой С какими уже весами Я там выложил Я там выложил Свои картинки МРТ Которые Просветили Меня И показывают То есть не меня А Мой этот самый Позвоночный стол И показывают Все эти грыжи Все эти там Хрыжи И так далее И даже Я там привел Уже заключение Врача Который все это Занимается Он мне сказал Ну что С таким позвоночником Можно Грубо говоря В любой момент Переломиться А как укреплять А как укреплять Я не знаю Вот как примерно Евгений Гитарный Спрашивает А как укреплять Да говорит Вот Поколем витаминчик Б И будем наблюдать А чувствуйте Какая энергетика Прилет Какая энергетика Прилет А если я буду Не 800 А 1600 Поднимать На три раза Доживем Посмотрим Вот Занялся Вот этим делом Именно Именно Эта нагрузка Идет На костный мозг То есть Она идет На Был говорит Внутри костей Имеется костный мозг Так вот Для того Чтобы этот Костный мозг Как-то Тренировался Стимулировался Оказывается Вот Именно Вот такая Вот нагрузка В виде Вот этих Вот Чудовищных Сжатий После которых Еще сильнее Вас Распрямляет Стимулируется Костный мозг За счет этого Он начинает Работать Оказывается С костного мозга Через стволовые клетки Которые там вырабатываются Идет обновление И крови И организма И т.р. Т.р. То есть Всего организма Идет обновление Если мы Научимся Стимулировать Костный мозг Я уже вам Говорил Вы посмотрите Самодумова Анатолий Иванович Который все это дело Придумал Эту гимнастику Он там Многое Объясняет И как раз Он говорит Что Исследовали В Америке В Америке Капиталистической И сказали Лучшей системы Нету Но Анатолий Иванович Вот тебе еще Там одна звезда Орден Грамоты И так далее Ты особо Там не рассказывай У нас же там Свои там Таблетки То есть все Пятое Десятое Мы же не можем Твое толкать А свое Так сказать Задвигать И вот с помощью Вот этого Я перед вами Сижу Я Теперь знаете Вот с вами Беседую И говорю Не как человек Который Теоретически Примерно Начинает рассуждать Ну вот Значит Что там Это самое Там Будут Стриптококки Пневмококки И так далее И это может быть И стриптококков И кинококков Может быть Но Это Каждый Конкретный Вообще Случай Надо Рассматривать Но в большинстве Случа Насколько я понимаю Там Идет просто Дистрофический Процесс Из-за того Что нету Достаточной Нагрузки Серии Вот видите Там Евгений Гитарный Для того Чтобы Я узнал Овладеть музыкой Женя Должен Несколько часов Поиграть на гитаре Как он играет Сидя Лежа Там Или еще Как-то Стоя Но нету Он 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 же Не 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 в ходьбе Играет В результате Просто Сидит Все Там Жалось Прессовалось Ничего не работает Особенно Знаете Вот эти Мышцы Маленькие Мышцы Которые Оплеточка Позвоночника Там Маленькие Мышцы Которые Вот так Поддерживают Позвоночный Столб Если Если бы не они Мы сразу бы Упали Вот Они находятся Вот в таком Статическом Состоянии И знаете Вот Жались Это все равно Что вот так Вот я сжал И все Вот она Сжалась И за счет Вот этого Сжатия У нас уже Перестает туда Иклу поступать Вот там Примерно Так и происходит Без ходьбы Именно без ходьбы Если вы хотите Иметь позвоночный Столб Это не велосипед Там Не гребля Там Не тренировки С тяжестями В спортзале А именно Ходьба Простая ходьба Ну вот я Сорок минут Хожу Лучше бы Лучше бы Ходить Часа два Три То есть Грубо говоря Там полтора часа Походили утром И там Грубо говоря Вечерком Полтора часа Это прекрасная Нагрузка Для того Чтобы как раз Проработать И расслабить Те спазмированные Вот эти Тонические волокна Которые У нас Идут По оплетке Позвоночного Столба И они Из-за того Что одно и то же Положение Они У нас Будем говорить Усыхают Деградируют Нечто подобное У нас происходит Это так Немножечко С глазом Мы с вами Смотрим Вот только На компьютер Вот И здесь У нас Мышцы Глазные Хрусталика Вот настолько И они Грубо говоря Смотрят 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 Они не расслабляются Устают Начинается Ихняя деградация И потихонечку Только за счет Этого Начинается Теряться зрение А когда мы Посмотрели Вблизи Посмотрели Вдаль Вблизи У нас работают Вот эти вот Мышцы Совсем Другое дело Поэтому Для того Чтобы Если вот Теперь на вопрос Просто Значит Пропитать Позвоночник Или От Кучи Стриптококков Пневмококков И так далее Это Керосинчиком Взик 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 Смаживать Великолепно Вот этот дух Вот эти все Стриптококки Пневмококки Керосин Они не выносят Это самое Лучшее Что Можно сделать Далее Что он говорит А можно Сделать Так Тряпку Сложить Шириной 5-7 Сантиметра Длиной По всему Позвоночнику Далее В стакан воды Добавить Одну чайную ложку Тодикампа Я бы так Сказал Даже Не надо В воду Добавлять Одну чайную ложку Тодикампа Я так понимаю Что керосин Тряпочку Это одно Это одно Будет Будет действовать Но для того Чтобы спину Возродить Вот эти Миспозвоночные Диски И так далее А тем более Задействовать Костный Мозг То этих Процедур Явно Недостаточно Молодец Евгений Гитарный Дал хорошую Тему Для Видосика Далее Евгений Гитарный Спрашивает Арбузы покупали Или сами вырастили Вы сначала Возьмите Арбузы И попробуйте Один арбузик Там Вот вам говорят Я ел Семи Каракорский Мне понравился Потом Вот этот Который Меня хорошенько Прослабило Я ел Краснодарский Арбуз И Попробуйте Нормально Кушайте Все хорошо Без всяких Химии Отлично Тогда Можете В следующий раз Действительно Взять их Там побольше И уже Запастись И применять У меня был Случай Как раз Мы проезжали Через Краснодарский Край Купили Арбуз У них На развале Там же Съели И представляете Ела Вся семья Мне лично Попался Захимиченный Участок И меня Так Вывернуло А их Ничего Не взял О как Бывает Хороший Своевременный Вопрос Так Поддержу Поддержку Канала Удачи Правильно Давай Евгений Штальев Берите Пример С него Так Показана Показана Чистка Арбузом Лицам С опухолем В зависимости От того Что за опухоль Где Это опухоль И Вы уже Тогда Применяете На этом Мы с вами Закончим И еще раз Повторю Начался Лунный цикл Закладывайте Программу То есть Будьте Разумными Вот чем Отличается Разумный Человек От неразумного Это то Что он Закладывает Программу Как-то Взаимодействует С пространством И пошел Поехал Продолжение следует